Строение растений мы будем изучать на примере томата. Давайте найдем листья на этом изображении. Они зеленого цвета, имеют сложное строение. Здесь их несколько. Листья прикреплены к стеблю. Стебель тоже зеленый. А теперь пройдемся глазами вниз по стеблю. Что изменилось? Цвет стал темней. Это корень. Он находится под землей. Теперь пройдемся вверх по стеблю. Это цветок томата. Со временем цветок высыхает и опадает. На его месте появляется плод. Внутри плода находятся семена. А теперь найдем эти же части у других растений. Корень, стебель, листья, цветы, плоды, семена. Стебель дерева называется ствол. Итак, мы выяснили, что у разных растений есть общие части. У растений бывают одиночные цветки. И цветки, собранные в группы, соцветия. Рассмотрим соцветия на примере подсолнуха. На первый взгляд, это один большой цветок. Но если присмотреться, мы увидим, что внутри подсолнуха много маленьких цветков. Их словно собрали в корзину. Это и есть соцветия. Цветки смородины тоже собраны в группу, в кисть. Они расположились на одном стебле дружной семейкой. Это соцветие похоже на кисточку. А вот у мака или розы на стебле расположен один большой цветок. Это одиночные цветы. А теперь давайте выясним, какие растения выращивают в комнате, как они называются и откуда они родом. Почти в каждом доме можно увидеть растения, заботливо посаженные в горшочке. Это комнатные цветы. С ними в комнате становится красиво и уютно. Поселившись в доме, цветы приносят большую пользу. Они увлажняют воздух, насыщают его кислородом, очищают от вредных примесей. Уход за комнатными растениями заключается в своевременном поливе и опрыскивании. Протирание крупных листьев от пыли. Если правильно ухаживать за ними и вовремя подкармливать, то они будут нас радовать довольно долго. Давайте познакомимся с некоторыми из них поближе. Это бегония. Ее листья могут быть окрашены в разные цвета. Родина бегонии – влажные леса жарких стран. А это кактус. Его окраска зеленая, напоминает ежика. Иногда кактус так и называют – зеленый ежик. Кактусы могут расти в засушливых местах. Родина этого растения – далекие пустыни. Сансевьера. В народе это растение часто называют щучий хвост, потому что рисунок на листьях напоминает чешую щуки. Родина этого растения – Африка. Амарилис – растение с очень красивыми крупными цветками. Цветет преимущественно зимой. Родина этого необычного цветка – Южная Америка. Калла. Растение имеет крупные листья, а цветы похожи на кораблики. Он родом из Африки. Фиалка домашняя – это самое распространенное комнатное растение. Это красивое растение радует разнообразием цветов и форм. Родом фиалка из Африки. Растения создают красоту и уют не только в доме, но и во дворе, в парке, в сквере. Это цветы, которые растут на клумбе. Что же растет на клумбе? Клумба – это цветник, на котором выращивают декоративные растения. Клумбы бывают разных форм и размеров. Растения, которые сажают на клумбах, яркие, красивые. Они создают хорошее настроение. Рассмотрим некоторые из них. Космея. В переводе означает «украшение». Цветки этого растения имеют разнообразную окраску. Астра получила свое название от греческого слова «астер» и переводится как «звезда». Согласно легенде, этот цветок вырос из пылинки, упавшей со звезды. Она радует нас своим цветением до самого снега. У астры очень красивые цветки – розового, белого, голубого, малинового цвета, похожие на ромашки, помпончики. Гладиолус – это многолетнее растение. Это значит, что оно цветет и растет много лет. Листья длинные, похожи на мечи. Крупные нежные цветки бывают разной окраски, от белой до почти черной. Гладиолусы радуют нас своим цветением почти до самого снега. Бархатцы. Яркие цветы, поэтому и клумба выглядит очень ярко. Само растение обладает не очень приятным запахом. Оно очень полезное для клумбы, запах отпугивает насекомых-вредителей. Календула или ноготки. Листья ее простые, овальные или удлиненные. Цветки желтые, оранжевые или красноватые. Питуния. Это цветок с лепестками, сросшимися в трубку у основания и затем расширяющимися, как шляпа. Итак, сегодня мы выяснили, что у разных растений есть общие части – корень, стебель, цветок, плод с семенами. Цветки бывают одиночные, собранные в соцветия. Мир растений богат и разнообразен. Их можно выращивать дома на подоконнике или на клумбе. Они приносят пользу и радость. Ухаживая за ними, мы становимся добрее.